друзья всем привет наступил конец июля и я хочу показать вам свои томаты как они растут как они набрали сколько плодов и в общем в целом сделать обзор своей теплицы вот посмотрите вот так это выглядит сейчас давайте пройдемся немножечко по самым самым урожайным сортам это вот итальянский спагетти сорт посмотрите сколько он навязал помидорчиков и еще выше кисти закладывает но я уже его прищипнула естественно так вот посмотрите тоже что хочется сказать томат невский да он много завязывает плодов но по вкусу мне он не понравился непонятно неопределенный вкус не буду больше его сажать это вот бычье сердце компакт посмотрите тоже хорошо завязал плоды мне очень нравится он и в том году его сажала такие сердцеобразные томаты очень тяжелые наверно так непонятно но плоды тяжеленькие так вот это вот сан марца но итальянский помидор посмотрите какой необычной такой формы очень красивый все знаменитые соусы итальянские делаются именно из этого сорта томатов сан марца но посмотрите вот он какой но поскольку я посадила позднее всех они только вот еще начинают у меня расти так что еще хочется показать так это вот венгерские томаты которые называются кички мете вот из них также делают знаменитые венгерские соусы очень большая завязываем из плодов посмотрите просто все усыпаны кусты и вот даже по сына посмотрите весь ломится это вот томат ранний 82 по моему до сорт также очень много помидоров но не могу сказать что он раньше всех начал отдавать плоды так здесь это меня с кипра семена которые называются рома или рим также как обычно он очень плодовитый посмотрите сколько на нем плодов даже вот я делала такие пластиковые штучки для того чтобы они не сломались дальше немецкий томат штраух хорошие крупные такие достаточно плотные плоды по вкусу пока не могу вам сказать сделаю обзор вкусов когда созреют помидорчики буду их разрезать и показывать вам но в принципе неплохая завязываем из плодов вот это вот мой любимец конечно же и фаворит это биологический сорт не на я их прозвала ребристые и выращиваю их исключительно из своих семян очень тяжелые 780 по моему грамм у меня был рекорд вот очень тяжеленькие целая ветка уже сломалась поскольку я не успела подвязать и зреют на окне вот посмотрите он завязывать завязывать плоды но также я их уже обрезала здесь вот у меня еще один иностранец корейский длинноплодный посмотрите какие интересные плоды с носиками вот маленькие видите ну так же хорошо неплохо завязывать плоды хотя поначалу я думала никакого с него толка не будет поскольку он был такой дохлый крутился листья было просто что-то с чем-то но ничего вроде как разошелся вырос и все нормально так дальше что еще хочется показать ой самый урожайный томат наверное в моей теплице это вот этот вот итальянский красавец роджеро посмотрите просто такое количество томатов он завязал это просто невероятные они такие тяжеленькие все даже уже зреют посмотрите у него у меня получилось 4 стебля раз два три четыре и на всех абсолютно плоды посмотрите считаю что больше оставлять не нужно поскольку они он и так не выкинет кстати если вы хотите чтобы ваш томаты побыстрее начали зреть вот такие вот видите маленькие можно вот так вот отщипнуть чтобы вся сила пошла на текущие плоды так идем дальше здесь красавчик у меня из италии с горы везувий с вулкана пьянола дель везувио посмотрите первый год посадила этот томат очень нравится кстати говоря для черри размер такой достаточно внушительный посмотрите какие они интересные вот этот томат хранится до 8 месяцев в прохладном месте поэтому хочу попробовать испытать его и подвесить так посмотрите вот какой он красивый также соберу семена и буду предлагать вам позднее когда у меня будет будет закончена работа с моим сайтом посмотрите еще раз сюда еще сюда это вот тетушка сварло польская слива тетушки сварло просто гигантский томат гигантские томаты вот они какие тяжелые притяжелые вообще просто хочется сказать что вот этот сорт он вообще какой-то бешеный беспроигрышный он просто вяжет и вяжет плоды вот посмотрите польская слива тетушки сварло очень тяжелые томаты крепкие в то же время они очень мясистые то есть у них мало сока так скажем да они такие мясные вот они растут растут очень хорошо вот тоже огромные томаты но нужно конечно наверняка нормировать количество плодов поскольку просто каждый плод я не знаю наверное по пол кило весит очень они тяжеленькие классные друзья хочу еще раз пригласить вас всех свой интернет магазин витаминов из америки это сто процентов натуральные витамины без гмо без красителей без консервантов посмотрите сколько всего у меня есть наличие для детей для взрослых железо желешки все пачки запакованы вот такие имеют упаковки и чтобы понять что точно витамины американские на каждой упаковке есть вот такой штрих-код qr-код по которому вы сможете зайти и понять что действительно витамины сделаны в оригинальном месте также прекрасные помадки вот такие есть органические полностью фирмы и ос это очень известная фирма в наличии у меня не так много всего поскольку в основном витамины мы привозим под заказ для того чтобы сроки годности были самыми свежими для вас переходите по ссылке применяйте промокод и я буду рада всех видеть в своем магазине так еще хочу показать вам тоже новинка в моем моей теплице это итальянские черри до террине очень классные также хочу попробовать показать вам вот посмотрите даже сейчас сорву вот какой он красавец необычный и растет такими вот длинными кисточками посмотрите очень классный томат так помощница моя пришла вот какой красивый такие красивые ветки очень много завязала плодов там видите дальше на заднем плане у меня еще один еще одна не на растет ребристая тоже очень красивая так из таких необычных сортов хочется сказать вот финские семена я покупала называется тегерелла посмотрите он такой полосатенький вот еще не недозрел пока что но уже видно его особенность сорта да вот такая вот такие вот полосочки как тигр небольшого размера томатики но от для консервирования или вот для салатов на стол очень красивые в принципе вообще беспроблемный сорт неприхотливый растет просто без всяких вопросов так что еще хочется показать это вот помидорки дахтила мину а такие небольшие я уже вам показывал в коротеньких видео его ну это не продолжают продолжают расти завязывать единственный наверное сказать минус его то что он при созревании только чуть-чуть розовенькие они начинают отваливаться и 10 лежат у меня так что еще хочется сказать чемпион по весу из книги рекордов гиннеса вкусные томаты томаса грэма гордона грэма вот так скажем сейчас я проверю даже чтобы вас не обмануть много томатов гордона грэма до вкусные томаты гордона грэма вот там один уже даже у меня созрел но вот немножечко почему-то трещины пошли не могу сказать что они прям гигантского размера но все-таки надеюсь что но вот этот вот тяжеленький так еще один у меня томат такой ребристый это американский ребристый вот селекция сша посмотрите очень красивый но еще пока что растет поскольку тоже очень поздно завязал так плоды так скажем так вот еще один у меня он растет так еще один интересный сорт сладкая сосулька по моему так минутку сладкая сосулька да тоже сорт сша селекция американской посмотрите интересное такой окрас у них как бы в полосочку вот тоже очень много плодов завязал если тоже даже начал спеть интересно конечно попробуем сладкая сосулька называется еще расскажу сорт вот хорошо завязывает плоды нормально хотя посадила его достаточно поздно и вот здесь от алтайский оранжевый вот он тоже еще подрастает обожаю этот томат но поскольку посадила его поздненько вот они у меня еще только-только но надеюсь что успеет вырасти так что хочется еще сказать собрала вот такие вот семена я когда была на кипре понравился томат и вот они мне выросли сожалению не могу сказать что это за сорт но томаты очень красивые просто идеально выровненные плоды идеально выровненные и и вот он тоже кстати тоже просто завязываемость колоссальная не знаю даже как назвать этот сорт но если вдруг кому-то будет нужно скажите я также их могу вам отправить так посмотрим что здесь у нас дальше это вот у нас сорт секундочку так так король сибири да она слышно про этот сорт вот алтайские семена посмотрите тяжелый очень плод надеюсь что не сломается но не очень много плодов наверное силу того что большие плоды так здесь вот у меня растет посмотрите сливовидные черри который называется васина сорт васина вот они очень мне нравятся я их каждый год сажаю просто каждый год из своих семян посмотрите вот еще вот здесь это не растут это вот черри у меня с кипра посмотрите семена черри такие вот тоже растут также хочется показать томаты которые помните я вам рассказывала что выращивают несколько гектаров фермеры именно этот сорт вот называется розовый мед по моему до розовый мед вот они такие вот приплюснутые томатики очень интересные ну тоже хорошо достаточно завязывают плоды вот вот они в принципе здесь вот вообще огроменный томат розовый мед посадила его тоже мы со мной поделились семенами поэтому выращиваем здесь вот это сербии итальянский томат семена и сербии пришли мне вот называется скала тонны посмотрите такие необычные плоды но всего три штучки но по крайней мере я посмотрела как они выглядят так что еще хочется сказать вот кстати второй томат который выращивать фермеры называется желтый бизон вот он уже зреет посмотрите один я огромный сняла томат и вот этот вот зреет тоже достаточно много на нем плодов вот растет он просто молниеносно развивает свои пасынки поэтому я просто тут успевала только убирать чтобы не было мне 15 стволов так скажем да ну вот хорошо неплохо растет и по вкусовым качествам я уже попробовала он такой мясистый скорее как бычье сердце по вкусу так ну вот мы вернулись с вами к сан-март-сану уже у плодам хочется еще один показать томат который просто ультра какой-то плодовитый это сорт марманды посмотрите как на подбор просто томаты все висят что-то мне тут резкость испортилась вот достаточно крупные красивые просто до такой степени выровненные плоды просто невероятно принципе вот рекомендую такой тоже сорт сажать так ну и вот опять неопознанный томат у меня это семена я собрала с кипра но посмотрите какой он идеальный и вот этот вот томат тоже с кипра вот они идеальные плоды идеальные не знаю как его назвать даже теперь ну по крайней мере попробовала посадила его так ну и пожалуй последний томат который я хочу вам показать это вова путин называется сорт сажала посмотрите какой он огроменные тоже тяжелые плоды и такие необычные наверняка это тоже как биф томат здесь вот еще они маленькие но пока растут пришлось здесь даже палочку поставить опору чтобы не падали такой вот но на самом деле вова путин меня не очень так впечатлил какой-то он для такого большого куста не так много томатов да например даже взять сравнение с вот этим вот ребристым здесь просто один томат вырастает под 800 грамм ну вот друзья вот так вот в целом выглядят сейчас мои томаты жду когда они будут созревать в этом году лето у нас в ленобласти нет поэтому особо мы иллюзии не питаем долго очень зреют томаты все но что делать что делать теперь уже остается только ждать ждать когда они дозреют главное чтобы они не заболели не забывайте проводить какие-то профилактические обработки я вот сейчас буду обрабатывать их сывороткой